Аудиокнига Джованни Бокаччо, Декамерон. День шестой. Начало. Читает Мария Соловьева. Кончился пятый день Декамерона, начинается шестой. В день правления Элисы предлагаются вниманию рассказы о том, как люди, уязвленные чьей-либо шуткой, платили тем же или быстрыми и находчивыми ответами предотвращали утрату опасности бесчестия. Уже луна, стоявшая в самом зените небо, померкла, и новая светила, взойдя, осияла наш мир, когда королева, поднявшись со своего ложа, велела созвать приближенных, и все медленным шагом пошли по росе, и, прогуливаясь неподалеку от прекрасного дворца, заговорили о том, о сём, заспорили, чья повесть лучше, чья хуже, припоминая отдельные случаи, опять не могли удержаться от смеха, и так они гуляли до тех пор, пока солнце не поднялось и не начало припекать. Тогда все решили, что пора домой и повернули обратно. Столы уже были расставлены, пахло душистыми травами и прелестными цветами, и королева сказала, что нужно успеть позавтракать, пока ещё не так жарко. Завтрак прошёл весело, потом было спето несколько славных примилых песенок, потом кто пошёл отдыхать, кто играть в шахматы или же в шашки, а Дианелла Леуретта запели песню о Траиле Крисиде. Когда же настал час собеседования, то по зову королевы все собрались и по обыкновению расположились возле водомёта. Королева только хотела было приказать рассказывать, как произошло нечто ещё небывалое. У шей королевы и всех, кто с ней был, достигнул невероятный шум, поднятый на кухне слугами и служанками. Позвали Дворецкого, спросили, кто это кричит, и из-за чего поднялся такой Содом. Дворецкий же ответил, что перебранку затеяли Личиска и Тиндару, а вот из-за чего он этого не знает. Он пришёл на кухню, чтобы цыкнуть на них, а тут его как раз позвали к королеве. Королева велела ему тот же час прислать Личиску и Тиндару, и когда оба явились, она обратилась к ним с вопросом, из-за чего они повздорили. Тиндару только успел рот раскрыть, как Личиска, пожилая, заносчивая от природы, да к тому же ещё разгорячённая спором, смерила Тиндару уничтожающим взглядом. — Видали, болвана? — заговорила она. — Смеет лись с объяснениями, когда я тут. — Нет уж, да я расскажу. И, обратясь к королеве, продолжала. — Государыня, он мне толкует, кто такая супруга-сикофанта, как будто я сама этого не знаю, и уверяет, что в их первую брачную ночь мессер Дубини взял Черногорию приступом, ценой кровопролития. А я стою на том, что это неправда. Совсем даже наоборот, он занял её без боя к великому удовольствию туземцев. Этот болван воображает, будто девушки настолько глупые, что теряют даром время и дожидаются дозволения отца и братьев. А те в шести случаях из семи откладывают свадьбу на три, а то и на четыре года. Хороши бы они, братья с тымой, были, если бы они так долго терпели. Вот вам Христос. А я в свое имя Божье никогда не поминаю. Среди моих соседок не найдётся ни одной, которая вышла бы замуж девушкой. Да и замужней-то, сколько мне известно, такие штуки вытворяют с мужьями. А этот остолоп так говорит со мной о женщинах, как будто я только вчера родилась. Дамы, слушая Личиску, смеялись до слёз. Королева же несколько раз пыталась заставить её замолчать, но безуспешно. Личиска умолкла только после того, как выговорилась. Когда же она, наконец, утихла, королева с усмешкой сказала Дианео. Это по твоей части, Дианео. Так что, когда мы все наши повести расскажем, ты этот спор разрешишь. Дианео уже не замедлил с ответом. Государыня, сказал он, решение у меня уже готово, и добавлять к нему нечего. По мне, Личиска права. Дело, по всей вероятности, обстоит именно так, как она утверждает. А Тиндара болван. При этих словах Личиска так и покатилась со смеху. Ну, что я тебе говорила? Обратясь к Тиндару, сказала она. Уж ты, братец, лучше бы помалкивал. Ведь ты же щенок передо мной, а туда же суёшься спорить. Я, слава тебе, Господи, всего навидалась на своём веку. Всего навидалась. Если бы королева, в конце концов, не прикрикнула на Личиску, если бы она и не велела перестать орать и трепать языком, а иначе, мол, она распорядится, чтобы её высекли, и не отослала бы её вместе с Тиндара на кухню, обществу пришлось бы целый день только её и слушать. Как скоро Личиска с Тиндара удалились, королева приказала рассказывать Филомене, и та весело начала так. Субтитры подогнал «Симон»